Как отметил в своем обращении предприниматель, вопрос касался действия и бездействия должностных лиц актюбинского филиала компании «Кастрансгаз Аймак». В частности, за слов «Бизнесвумен» все разрешения на газификацию офиса были получены. Однако поставщики голубого топлива выявили ряд нарушений. 24 апреля 2013 года представитель поставщика Бекенов совместно с представителем потребителя провел обследование объекта с оформлением соответствующего акта. Во время обследования никаких нарушений представителям поставщика выявлено не было. В последующие 6 лет от поставщика не поступало никаких уведомлений о нарушении порядка установки газовых котлов. Далее, 25 июня 2019 года поставщик направил письмо предпринимателю, где говорилось о том, что предприниматель ранее был уведомлен о том, что в подвольных и цокольных этажах зданий любого назначения не следует размещать малоэтражные отопительные котлы, работающие на природном и сжиженном газе. Однако, со слов предпринимателя, поставщик не направлял уведомления об имеющихся нарушениях. Также в вышеуказанном письме поставщика говорилось о том, что предприниматель самовольно подключил газовое оборудование в донерный. Мне предлагают такую сделку. У вас, говорит, пломба сорвана. Давайте, говорит, исправим эту ситуацию, так как пломбу поставить, это большие деньги будут стоить. Договоримся с вами по минималке. Я, говорит, договорюсь со своим коллегой, узнаю, сколько это будет стоить. И мы не будем говорить нашему начальнику, это все сделаем. И на этом он пропал. Так как сам сорвал и хотел сам же восстановить, еще плюс на этом заработать. 29 мая 2019 года составляется обследование объекта потребителя, в котором фиксируются окончательно выявленные нарушения. Первое – это срыв пломбы. Второе – отсутствие ИТД на установку газопотребляющего оборудования донерного аппарата. Срыв пломбы, в котором сейчас обвиняют представители ПТП работника, это срыв пломбы не был произведен, потому что имеется видеозапись, которую сделал наш работник, на нем видно сорванная пломба. Когда установили факт наличия донерной, было произведено отключение, потому что согласно правилам розничной реализации товарного газа, это является нарушением. Члены Совета рекомендовали индивидуальному предпринимателю устранить нарушение. Кроме того, региональная палата предпринимателя направит обращение в прокуратуру. Будет изучен вопрос по факту вымогательства денег. Также в ходе заседания были подведены итоги работы Совета за первое полугодие. В частности, всего состоялось 7 заседаний, на которых рассмотрелись свыше 30 вопросов, 50% которых решились положительно. На сегодняшний день можно сказать, что те вопросы, которые выносятся на Совете по защите прав предпринимателей, именно где идет нарушение прав предпринимателей, есть виновные наказанные лица, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это по двум уголовным делам, которые, вы знаете, мы рассматривали на ближайших советах. Это по уголовному делу в отношении Айтикибийского РОВД и по Алгинскому РОВД. Это по кражам лошадей. На сегодняшний день те лица, которые расследовали уголовные дела, которые вели надзор за этими уголовными делами, были наказаны в дисциплинарном порядке. Николай Сырбов, Амажолайт Магомбетов, телеканал Октюбе.